итак когда мы хотим вводить ограничения на торговлю алкоголем чьим мнением надо власти руководствоваться население или тем кто торгует этим алкоголем об этом прямо сейчас здравствуйте здравствуйте в прошлый раз мы вас спрашивали чьим мнением должны руководствоваться органы власти при принятии законов касающихся продажи алкоголя и вот какие результаты мы получили в социальных сетях мнением предпринимателей необходимо руководствуется считает 10 процентов жителей мнением жителей считают 88 процентов наших читателей затруднились ответить 2 процента на сайте двина информ ответы сложили следующим образом мнение предпринимателей 6 процентов мнение жителей 93 процента затруднились ответить 1 процент ну а тем временем федеральные министерства продолжают нас удивлять на этой неделе минэкономразвития предложила снизить акцизы на алкоголь с 2017 года как пояснил замголову ведомства олег фомичов слишком велик разрыв между себестоимостью литра чистого спирта и конечной стоимостью водки в результате растут объемы теневого рынка и база с которой собираются акциз резко уменьшается снижение же акцизов может привести к увеличению общего объема поступлений и при этом очистить рынок от конфиската также считает этот чиновник в ответ на это предложение высказалась другое федеральное министерство минфин назвав предложение своих коллег из минэкономразвития странным повышать налог на бензин и одновременно снижать налог на водку означает перераспределить доходы практически от всех в сторону потребителя алкоголя не очень понятно как это соотносится с целями бюджетной социальной политики пояснила помощник министра финансов светлана никитина поистину складывается впечатление что два ведомства которые каждый день встречаются на заседаниях правительстве российской федерации не ведают что творят на этой неделе в архангельске состоялось выездное заседание госдумы по вопросам физической культуру спорта и молодежной политики в частности известные спортсмены владислав третяк и николай валуев разговор шел о хоккее строительстве новых спортивных объектов и как ни странно федерации профсоюзов нам с екатериной удалось там побывать владислав третяк изначально подверг критике работу нашего министерства по спорту да он говорил о том что у нас сейчас на территории архангельской области всего лишь четыре объекта которые предоставляют крытый лед при том что в других субъектах российской федерации не таких даже северных и где не так сильно развит такой вид спорта как хоккей а гораздо больше таких объектов в свою очередь министерство рассказала о том какие объекты у нас строятся какие виды спорта у нас являются популярными и о том какие объекты планируется построить ближайшем будущем насколько я понял больше всех его возмутило что в дворце спорта профсоюзов залет с ребят берут 20 тысяч рублей да ведь это бюджетные деньги фактически получается что из областного бюджета мы платим деньги за занятия наших спортсменов как молодых так и уже состоявшихся в этом дворце спорта получается что каждый час стоит 20 тысяч рублей и эти деньги просто перекочевывают из бюджета областного федерацию профсоюзов которая тратится там уже по усмотрению федерации профсоюзов примерно такая же ситуация происходит кстати у нас и в бассейне водник там точно также областное правительство вынуждено арендовать эти дорожки у федерации профсоюзов и платить в год за все эти услуги порядка 50 миллионов рублей а ведь на эти деньги могли бы построить новые спорт объекты поэтому мы обратились на этом совещании к владиславу третьяку с просьбой выступить на президентском совете и доложить эту ситуацию которая складывается в архангельской области и по возможности решить вопрос передачей дворца спорта и бассейна водник из профсоюзной в государственную собственность то есть отдать их на содержание правительства архангельской области и тогда ребята все смогут заниматься у нас абсолютно бесплатно правильно понимаем да и более того средства которые ранее тратились на аренду этих помещений смогут быть либо направлены на реконструкцию этих объектов либо уже на строительство совершенно новых объектов которые так необходимы архангельской области также мы обратили внимание депутатов государственной думы на то как распределяются федеральные соревнования в российской федерации у нас зачастую крупные турниры отдаются в сочи много турниров отдается в казань сейчас универсиада будет проводиться в красноярске и под эти соревнования строится соответствующая инфраструктура обратили внимание наших уважаемых депутатов что чемпионат мира по футболу в архангельской области к сожалению тоже не проходит и попросили что при распределении федеральных соревнований учитывались такие же регионы как архангельская область потому что тогда мы сможем построить любую инфраструктуру и уже и в дальнейшем проводить соревнования очень высокого уровня построить ее с использованием федеральных средств что очень важно наших условиях сегодняшний наш опрос будет посвящен следующей теме как вы считаете нужно ли передать здание бассейна водник и дворца спорта в областную собственность для бесплатных тренировок наших спортсменов и три варианта ответа да нужно передать и экономить деньги бюджета нет этого делать не нужно и затрудняюсь ответить как обычно мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях facebook и вконтакте александр дятлов и екатерина поздево на своих экранах вы видите также адрес электронной почты на которой мы ждем ваши отзывы и предложения на опрос озвученный в этом эфире вы также можете ответить на сайте 29 форм нам очень важно знать ваше мнение до свидания и всего вам доброго до свидания